Правительством Дагестана утвержден проект 150 школ, направленный на обновление материально-технического состояния учебных заведений республики. Согласно условиям реализации проекта, органы местного самоуправления городов и районов смогут получить из регионального бюджета софинансирование в размере до 2 миллионов рублей. Подробнее в сюжете Луиза Раджабовой. 100 школ сдали, на очереди еще 150. В развитии запущенной в 2018 году программы нуждается и 36-я школа. В учебном заведении накопилось немало проблем. Директор Касаева Ульяна признается, проект позволит решить многолетние проблемы. Будет обновлен фасад, медицинский кабинет, произведен ремонт в столовой. Школа построена в 1962 году, довольно-таки уже старая школа. Износ школы 53%, это говорит уже о многом. В последние 17-18 лет мы работали три смены, естественно большой износ школы. И нам бы хотелось бы создать более комфортные условия для наших детей. Новшеством 2019 года является увеличение числа участников проекта до 150 учреждений. Финансовой поддержке подлежат не только действующие школы, но и строительство дополнительных корпусов. Город Махачкала подавал заявку по 43 образовательным организациям. Из них 37 образовательные организации прошли конкурсный этап и получили финансирование. Итого на реализацию этого проекта порядка 100 миллионов будет потрачено в этих 37 муниципальных образовательных учреждениях. В основном львиная доля средств будет потрачена на решение противопожарной безопасности, антитеррористической безопасности и, конечно, капитального ремонта. Система пожарной безопасности столичной гимназии номер 7 давно нуждается в обновлении. Помимо этого обработка чердачных помещений, не хватает камер видеонаблюдения, капитального ремонта, особенно корпуса 1983 года. Это прежде всего обработка чердачных помещений в случае пожара, ограждение по периметру кровли. Это у нас установка и дополнительные, значит, видеонаблюдения наружные и внутренние, которые у нас не хватает, их у нас мало. По текущему году задача поставлена, и об этом знают все главы муниципалитетов, в августе месяце до начала учебного года завершить ремонтные работы, чтобы не мешать учебному процессу. Луиза Раджабова, Хадижа Кадива, Шахрудин Халида, в новости ННТ, Махачкала.